Ну чё, здорово народ, с вами Джон, он же Лопин312, стример Destiny 2 на Тече, сегодня в этом ролике мы поговорим о дробовике Роза Ветров, точнее мы с ним попробуем погонять. Вот мне тут на днях выпал более-менее адекватный ролл с зауженным стволом, с высокоточными припасами, с быстрым извлечением, с быстрым прицелом и абсолютом на удобство. На самом деле, я бы предпочел, если бы у меня был бычок, а вот здесь абсолютная дальность, тогда было бы вообще прям 5 из 5, но такой вот более-менее 3,5 из 5 ролл упал, надеюсь на 6,5 метров мы будем спокойно людей убивать. Так что дробовик этот мы все-таки посмотрим, в том виде, в котором он нам сейчас выпал. Что могу сказать, падает он с коробок солнцестояния, и со сверток солнцестояния, и должен сказать, падает он достаточно часто, ну вот в смысле, я сдал где-то 28 коробок, и мне упало штук то ли 7, то ли 8. К сожалению, я не могу сказать то же самое о дропе шмоток солнцестояния, потому что за эти 28 коробок, ну в отдельном видео у меня там есть, где я все-таки делал роллер, мне упала только одна шмотка, и это были ноги с плохими статами. Так что можете в комментариях отписать, что у вас там было по дропу, ну а мы сейчас попробуем с ним покатать и посмотреть, стоит ли он того. То есть он сейчас находится в том же архетипе, что и дробовик Старая История, который тоже у нас в городе грез падает, и с ивента можно выролить бесплатный дробовик с этого, с Триумфа Кошачий Корм. Вот, где он тут у меня... Куда ты сбежал? Мы, кстати, тем временем полетели. Дробовичок! А, вот он. То есть вот тоже это точная рама, 65 выстрелов в минуту, но не бронебойный дробовик, не путать. В общем, посмотрим, как он себя покажет. Поиграем мы сейчас на обновьем дворе, классно. Офигенная карта для того, чтобы тыстить дробовик. Такие вот у нас тут моды подобраны на быстрое защищение дробовика, на прицел дробовика и так далее. Придется справляться в одиночку. Ну, выбора нет, да, придется играть на этой карте. Ищем. Так, слышу слева борьбу. И, походу, даже я слышал у кого-то гранатомет. Ну-ка, давай. Неплохая ранжа. Ладно, немножко дешево мы братью не убили, но... Я не ожидал, что у него такая... Что он такой дистанции от нас будет находиться. Так, он и сушел. Отлично. Ну, от бедра немножко хуже, чем я рассчитывал. Дробовик работает. Так, иди сюда. Блин, у него арбалет. Страшно. И меня сзади еще щел пушат. А, он меня не пушил, он хэвики брал. Ну, быстренько разрядимся в кого-нибудь. Так, хорошо. Смотрю, пацаны полюбили автоматы. Так, но нам все-таки надо немножко шотиком побегать. О, вижу, вижу. Так, иди сюда. Блин, нормально я так стреля... Пщел, серьезно? А можно так не делать? Но если я кого-то захочу с двух выстрелов добить, то ранжа более-менее приемлемая. В принципе, я смотрю, я от бедра, он так неплохо стреляет. Так, отлично. Не, ну слушайте, достаточно неплохой дробовик. Я думал, будет хуже. Ну, типа, более-менее предсказуемая ранжа. Так, сейчас главное не отъехать, пофигня. Так, он меня пушит? Он меня не хочет, походу. Чел. А, стоит за углом там шотиком. Не, пожалуй, я ему... Так. Окружен я с двух сторон, невыгодная позиция. Давайте-ка мы отойдем. Сейчас, если они там друг друга с друг другом начнут файтиться... А, они уже закончили. У меня вообще была мысль ультануть им на лицо. Вот у него мало ХП, поэтому получилось его добить до такой большой дистанции. В принципе, в этом плане дробовики сейчас работают нормально. Блин, я тут начал немножко проигрывать. Давайте пока мы вот этого братюню оприходуем. На вот этого мы ультанем. Добьем дробовика. Блин, серьезно? Я не попал хэдом в него. Но так как у нас разрывные патроны, можем спокойно их добивать. Так, дядя, вы там где? Блин, почему у них вечно остается один ХП? Конечно, у револьверов с разрывными патронами есть плюс, то, что они так нормально флинчат прицел, но при этом убивать кого-то в крит, это прям отдельный челлендж. Так, 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 так. Меня пушат, ХП у меня мало. Неплохо. Но у меня сопротивление было от кристалла, поэтому я не знаю, что он хотел сделать, но у него это не не сработало. Так, невыгодная позиция на самом деле. Давайте-ка мы с кристаллом рядом станем. О, вот не зря. Пушите, неплохой шотик. Очень неплохой шотик. Тебе нет равны. У меня тут многие жалуются то, что противники в стычке попадаются такие более-менее средние. Ребят, заходите. Заходите ко мне на Твич, когда я играю в контроль. Там вот почему-то один сплошной киперспор. Вот, Банжи, сейчас запостили новость о том, то, что... Как бы сказать? О том, что у нас, возможно, будут изменения в славе, ну, то, что касается рангового компета с издательной игрой. Так что будем посмотреть на все это. Ну, опять же... Надеюсь, они там стычку тоже к этому режиму приплутут. И то, что... Можно будет более-менее адекватно там играть. Но пока что я вот смотрю, то, что у меня некоторые катки в контроле, в столкновении, и вот в тех режимах, где предполагается то, что там вот расслабон, чил, то там вот вообще все играют так, как будто от этого зависит их жизнь. А вот в стычке что-то, блин, в последнее время наоборот. То есть я вот как вот не зайду видос записать, ну, пушки потестить, потому что в контроле там вот полный трэш происходит, там особо-то не постреляешься один на один, а тут можно кого-то поймать за руку. Мне вот постоянно... Я вот сам, на самом деле, ощущаю разницу, то, что братюни мне попадаются не такие хардкорные, какие мне попадаются в контроле. Но, с другой стороны, есть возможность пушки потестить. Ладно. Думаю, на этом мы пока что закончим в этом видосе. Дробовик, конечно, не ложь Филл Винтера по ренже, но мне хотя бы... Я вот чувствую то, что если на меня вот противник бежит, я его с первого выстрела не убью, я смогу на определенной дистанции сделать по нему один выстрел, потом его добить уже вторым выстрелом. Хотя, из-за того, что скорострелил 65 выстрелов в минуту. Ну да, это не 80 выстрелов в минуту, как с этого, как с 7 серафимов, но при этом есть такая вот возможность небольшая для контроля. Когда я сложу Филл Винтера, бегаю, я вот если промахнусь, у меня нету привычки кого-то добить рукой. Мне хочется второй выстрел сделать. Сразу. И добить. добить. Ну, это у меня с классной винтовки осталось. Точнее, вот до сих пор с Басти... Потому что я в основном с Бастионом бегаю. Ну, а так, в принципе, достаточно приятный шотик. Лучше все-таки его по возможности нафармить с лучшим роллом. На этой неделе у меня возможность это сделать будет, так как там у нас в контракте надо убивать 10 боссов в ЕВЗ. Поэтому скучать не придется. Ладно. До конца ивента у нас осталось несколько недель. Точнее, вот две с половиной недели, если начинать отсюда. После этого уже шотика розоветров выпорнить будет невозможно. Поэтому, если кто его еще не достал, самое время начать его ролить. Если вы еще не начали. Ну, а пока что можете в комментариях отписать, какие роллы у вас есть. Пробовали ли вы играть с ним в ПВП? Как он вам вообще, в принципе? Ну, а мы увидимся с вами в следующих видосах и на стримах. Сегодня у нас будет прилет Зура, будут испытания Осириса на стриме. Так что, заходите. Всех жду на Твиче. Увидимся, когда увидимся. Лайки ставим, комментарии пишем на канал, подписываемся, колокольчик прожимаем, чтобы не пропустить в удаление необходимых видосов. До встречи. Всем пока. Всем пока.